Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию курс лекции по профессиональному обучению помощник-бурильщика капитального ремонта скважин. Ваш лектор Епихин Антон Владимирович. Лекция номер 8. Загрязнение при забойной зоне пласта. Виды загрязнений при забойной зоне пласта. Они классифицируются по непосредственно технологическим операциям. При первичном вскрытии приобрения, при заканчивании, при освоении, процессе эксплуатации и при ремонтных работах. Разберем их по отдельности. При первичном вскрытии приобрения, основные функции бурового раствора это создание противодействия на пласт, вынос породы на поверхность, поддержание стабильности ствола, формирование корки на стенках ствола достаточно стабильной и тонкой, а также охлаждение долота. При этом создание информационного канала забоевости и приведение в действие забойного двигателя. Но при этом буровой раствор может взаимодействовать с пластовой средой и это будет приводить к выпадению солей в осадок при взаимодействии фильтрата бурового раствора и пластовой воды, кальмотации каналов глинистыми частицами бурового раствора, набухания глинистых частиц самого пласта в фильтрате бурового раствора. Другими словами, фильтрованный раствор вызывает повреждения путем физического закупривания пор, возникающих при набухании глинистых частиц. При заканчивании, плотность цементного раствора значительно больше, чем плотность бурового раствора. Следовательно, значительно больше репрессий на пласт и, соответственно, глубина проникновения фильтрата в пласт больше. Итак, какие ущербы наносятся пласту при цементировании? Особенности цементного раствора. Значительно большее противодавление на пласт, об этом мы уже говорили. Повышенная фильтруемость цементного раствора. Фильтрат цементного раствора насыщенными вонами кальция. Это приводит к выпадению солей кальция в осадок при взаимодействии фильтрата цементного раствора и пластовой воды. Кальмотации каналов частицами цементного раствора. И набуханию глинистых частиц пласта в фильтрате цементного раствора. Также, жидкости газ могут проникнуть в стол скважины и повлиять на ее продуктивность. Это что касается перетоков между разными пластами, следствие некачественного цементирования. Некачественное цементирование может возникать по различным причинам. Например, неоцентрированная колонна. На слайде представлены результаты неправильного центрирования. В первом случае, когда колонна неоцентрирована, она прилегает к стенке скважины и цементный раствор не попадает к точке контакта. Таким образом, эта зона будет являться зоной, которая будет способствовать возникновению заколонных перетоков. И второй рисунок, отцентрированная колонна, когда обсадная колонна находится равновесно в центре цементного раствора относительно стенок скважин. В частности, другой причиной возникновения заколонных перетоков может стать плохой цементаж. То есть, в принципе, некачественный цемент. И некачественный цемент может стать, вот с одной стороны, причиной заколонных перетоков и взаимодействия жидкости, допустим, пластовых. Вот из водных горизонтов и, допустим, продуктивных пластов. Но, с другой стороны, некачественный цементный раствор может своими же твердыми частицами, которые в нем содержатся, проникать в пласт и физически его закупоривать. Если неправильно подобраны характеристики прокачиваемости и скорости отвердения. Также, продуктивность скважины во многом зависит от того, насколько глубоко перфорирован туннель возникает через поврежденную зону. Насколько эффективно частицы от выстрела удалены от этого туннеля. Ущербы, наносимые пласту при перфорации. Особенности процесса перфорации. Перфорация осуществляется на репрессии. Продукты разрушения колонны, цементного камня, породы устремляются в туннель перфорационной чаще всего. И при возникновении перфорации создается система трещин. Какие могут быть варианты загрязнения при забойной зоне пласта? Ну, во-первых, если просто перфорация была совершена на небольшую глубину. То есть, глубина перфорационного туннеля меньше загрязненной зоны. Другой вариант. Продукты разрушения породы. Нагар окалина, перекрывают поровое пространство. Третий вариант. Это выпадение солей при взаимодействии с жидкостью и заканчиванием пластовой воды. И четвертый вариант. Это набухание глинистых частиц пласта при взаимодействии с раствором и заканчиванием. При ремонте скважины. В условиях репрессии в пласт проникает жидкость вглушения, вследствие которой на глинистые частицы пласта может воздействовать фильтрат этой жидкости и вызывать калиматацию порового пространства. При ремонтных работах наносите следующие виды ущерба. Начнем с особенностей ремонта работы. Во-первых, это низкие пластовые давления. Создание противодавления на пласт за счет глушения. Некачественное приготовление растворов глушения зачастую, то есть экономия на них. Малые зазоры скважинного оборудования в колонии. Высокие скорости спуска, то есть высокие гидродинамические нагрузки. Итак, какие ущербы могут наноситься? Насыщение жидкостью глушения пласта при спуску подъемных операций. Увеличение степени фазовой проницаемости для воды. Выпадение солей при взаимодействии с жидкостью глушения и пластовой воды. Набухание глинистых частиц пласта при взаимодействии с раствором глушения. Засорение пор твердыми частицами раствора глушения. И водяные мосты, которые перекрывают поровые каналы. Основные требования к жидкостям глушения. Безопасность. Инертность горным породам коллектора. Низкое коррозионное воздействие на оборудование. Ингибирующее воздействие на глинистые частицы. Нейтрализация серового народа при его наличии. Отсутствие механических примесей. Крупностью более 2 мкм. Общее содержание механических примесей не должно превышать 100 мг на литр. Исключение создания водных барьеров. То есть гидрофобездущие воздействия на коллектор. При эксплуатации. Ущерба наносимая пластов. Особенность эксплуатации скважин. В основном мы руководствуемся законом Дарзи при описании притока. Течение флюида идет за счет депрессии. Плоско-радиальный поток наблюдается в скважине. И логарифмическая зависимость изменения давления от радиуса дренирования до скважины. Итак, какие основные ущербы? При забойной зоне пласта обусловлено резким падением давления от пластового до забойного. Выпадение солей в результате резкого падения давления при забойной зоне пласта. Возникновение завихрений турбулентных потоков. Засорение пор взвешенными частицами ил-песок. Асфальто-смолопрофинные отложения, которые возникают при длительной эксплуатации скважин. Основные способы воздействия на призабойную зону пласта. Химические, механические, тепловые и комбинированные. Чаще всего используются комбинированные способы для того, чтобы получить синергетический эффект. Продолжение следует...